Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. С вами Мортит, наш горбатый товарищ. И мы продолжаем проходить Мэд Мэкс. Перед нами стоит достаточно интересная задача. Такая, знаете, какая-то глобальная. Понизить уровень угрозы на территории Джита. То есть давайте посмотрим на карту Джит. Это вот эта вот у нас вся территория, да, отмеченная. Вот она получается. И внутри нам надо уровень угрозы, уровень угрозы, уровень угрозы. Вот они помечены, да. Нам надо перемещаться по территории. Я отмечу, сейчас на карте поставлю маяк. Надо перемещаться и уничтожать противников, соответственно. То есть задача вроде бы простая. Надо уничтожать тотемы, надо уничтожать врагов. Но нам всячески будут мешать это сделать. Патрули тут, я смотрю, какие-то появились. Ничего страшного. В прошлой миссии, как вы помните, мы всю территорию разведали. Поэтому, я думаю, нам не очень сложно будет. Как я понимаю, как у меня есть такая догадка, чем больше я буду уничтожать тотемов, этих пугал, да, там, прочный пугал, а не прочный пугал, а вот это забавное название, тем меньше будет вражеских машин. И, соответственно, территория будет переходить в наши руки, в нашу власть. Так, я вижу, тут есть снайпер. И это уже непросто. Нам надо быстро меняться местами с нашим горбуном. И готово. Так, я уничтожил, уничтожил, уничтожил. Теперь нам снова надо перемещаться на водительское сидение. Горбуну мы вручим, конечно же, горбун. И что мы сделаем? Да, очень просто, друзья. Мы сейчас уничтожим огнеметную турель, как тогда, помните, да? Что нам требуется? Нам нас требуется вон тот... Нет, пока не можем подъехать. Так, надо ближе, наверное, подъехать, да? Судя по всему, да. Нет, он не стреляет, наш товарищ. Я не знаю, почему. Вот. Отлично. Нет. Тяните машины. А, именно машины надо. Давай, 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 заряжай. Заряжай это дело. И потянули. Потянули, потянули. Давай, 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 давай. Есть. Все. Огнеметная турель уничтожена. Что касается того, как мы будем врываться, я предлагаю особо не церемониться. Есть. Отлично. Давай. Опаньки. Есть. Красиво улетел. Вообще, игра, конечно, такая... Как вам сказать, друзья? Это не шутер, не хоррор. Здесь, конечно, приходится бродить. Она такая достаточно... Прямо, скажем, игра... С открытым миром. То есть, специфичная. Но при всем при этом, есть достаточно много забавных моментов, интересных заданий. На что она мне напоминает? Знаете? Что-то было такое похожее. Сейчас бы вспомнить. Знаете что? Вот, точно. Была такая игрушка от AD Software. Самая слабая, наверное, за всю историю существования. Называлась она Rage. Была такая игра. Тихо. И игра, скажем, прямо была очень слабая. Очень ни о чем такая. Здесь же игра намного более хорошего качества. Есть те же элементы, которые немножко вызывают некоторую скуку у меня в этой игре. Но в целом, в общем-то, сказать, что прямо так игра неинтересная, я бы так не сказал. Игра достаточно интересная. Просто, видать, еще по сюжету мы недостаточно далеко пройти, чтобы было очень много экшена и всего этого. Хотя, как видите, тут хоть что есть. Блин, ну... Надо вот этого обязательно добить, несмотря ни на что. А вот этого уже будет легко убить. Тихо. Вот так. Попался, красавчик. Вот так. Есть. Давай, нокаутирующий. Вот так. Яростное убийство. Да. Мы это сделали. Получили мы яростное убийство. Зажимаешь левую кнопку мышки, ну вот так прям зажимаешь и держишь. И он наносит какой-то очень мощный удар. И, видимо, в зависимости от шкалы ярости и так далее, это дело все усиливается. И от шкалы не знаю, что у него тут... Как она вообще-то, ярость считается. У меня тут часть экрана закрыта вебкой, поэтому я сам не вижу. Но неважно. Это не суть. Возьмем топарик, побегаем с ним и заодно поищем лом, поищем все вот это. Посмотрим, как мы можем здесь снизить уровень угрозы. Наверняка же здесь что-то еще есть. Может, какие-то противники, что-то еще. После каких-то определенных действий, я думаю, этот обанпост... Тихо! А нет, все нормально вроде. Кто-то что-то говорит, но он, похоже, как-то не может до нас добраться. Я не вижу, чтобы кто-то нас атаковал. Так, давай-ка поднимем оружие. Но оно нам очень не помешает, я думаю. Да, вот, похоже, где-то здесь. Эх, нехорошо. Надо быстрее разделаться с ними, пока этот барабанчик не поднял тревогу сильную. Да, дело-то дрянь, честно говоря, ребят. Он поднял сильную тревогу уже практически. Вот так. Давай-давай, иди сюда, давай-давай-давай. Здесь нет тревоги, здесь они не будут не такими сильными, эти противники. Барабан им не поможет, а мы их просто нагнем. Есть! Сильный удар сработал. Главное, попасть, поймать момент, когда противник... Не, ну вообще класс. Вот эти, конечно, борцовские приемы. Молодец! Очень хорошо владеет ими. Очень хорошо владеет ими наш герой. И должен отдать должное разработчикам, когда видишь такой прекрасный рукопашный бой. Приятно. Приятно, конечно, все это видеть. Молодцы, очень хорошо сделали, организовали это дело. Что хорошо, это то, что с одной стороны, то есть, очень красочные бои, а с другой стороны, никакого суперуправления сложного, чтобы привыкать как-то, отрабатывать. Этого все, ну не нужно этого делать. Все происходит быстро и четко, практически на автомате. Тут повис, как его снять? Где замечательная эта... Не знаю, шестеренка, как она назвать-то ее? Нет, я не могу, к сожалению, никак этого типа снять пока что. Ну ладно, не могу и не могу. Я думаю, что это ничего... О, нет, я знаю, как я сейчас сделаю. Подождите. Так. Так. И убегаем. Посмотрим, что будет. Готово. Вообще, просто, вот это было. Это шикос был. Как он... Хорошая штука, мне понравилось. До него никак не доберешься, но, судя по всему, так оно и было задумано. Я думаю, а что до него добираться? Давай сейчас подожгем просто, может, его и разорвет нафиг. Так и получилось. Еда здесь есть, опять же, есть горючее. Кстати, насчет горючего, надо бы одну канистру. Вообще, у нас есть одна канистра, да? Надо, на всякий случай, еще одну канистру поднести сзади к автомобилю. Может, заправить можно, потому что, я смотрел, у нас вроде не полное горючее. Так, эмблема черепа. Давай-ка сломаем ее нафиг. Не черепа этого, члена. Что-то я переиграл Больфенштейн. Так. Что мы имеем? Непонятно. Эмблему мы вроде уничтожили. Как мы сможем захватить этот авантос? По идее, мы должны как-то этот пункт захватить и здесь должны поселиться наши союзники, как тут называют, да? Какие-то наши... Нефтяной резервуар. Эта деталь можно использовать для постройки проекта нефтяной резервуар в крепости, которой правит джит. Необходимой детали собрано. Одно из двух. Ну что, замечательно. Я собрал детали нефтяного резервуара. Как я понимаю, если мы соберем полностью вторую деталь, то есть, да, у нас будет какой-то резервуар, мы никогда не будем нуждаться по большому счету в топливе. У нас всегда будет топливо. Но остается открытым вопрос, друзья. Как же нам захватить до конца эту территорию? Не знаю, какой-то флаг над ней поднять или что? Спасованность выучка получена. Плюс 5% от урона, да, оружием. Это хорошо. Я согласен. Вполне. Так. Вроде мы все сделали. Чего-то не хватает, по-моему, да? Какого-то маленького элемента, чтобы... Это интересно. Это очень интересно. Лично для меня, во всяком случае, это интересно. Давайте-ка попробуем. Попробуем сделать то, что от нас ждут. Чего от нас ожидают. Похоже, это еще не все. Убегаем. Возьмем сейчас там лом и возьмем еще оружие. Нам, видать, предлагают спуститься в какое-то подземелье местное. Ну что ж, давай спустимся, посмотрим, кто тут будет, кто на нас попытается напасть. А на то, что на нас попытаются напасть, я даже ни секундочки не сомневаюсь. Так оно обычно и происходит, но... тихо. Готов. Ты смотри-ка, какие они крепкие. Бьешь их, палец этой булавой им до лампочки. Так. Хлопс тебе в челюсть. И все. Зубов-то у тебя уже не хватает, надо идти к стоматологу. Серия попаданий. Замечательно. Серия так серия. Я совершенно не против такого расклада. Что у нас снизу имеется? Нефтяной насос. Что нам надо сделать? Требуется взрыв. То есть, мне предлагают взорвать нефтяной насос. Для начала давайте еще одну эмблему этого члена. Члема уничтожим. Посмотрим, тут есть кто-то? Нет, здесь вроде тихо. А вот тут... Нет, никого. Достаточно интересно, кто же так над ним поглумился? Почему? Труп какой-то, полуразложившийся, с мухами, сидит на кресле. Специфичные вкусы у местного архитектора. Или дизайнера, не знаю, кто тут. Давай дальше посмотрим, что у нас здесь. Так. Используем лестницу. Спустимся. Я понял, нам надо уничтожить нефтяной насос для того, чтобы захватить эту территорию. Но это один из элементов, который требуется. Но знаете, с другой стороны, это такая глупость. Почему нельзя его захватить, просто нашим союзникам отдать и самим добывать здесь все это дело? Так, понятно. Обалдеть. Лагерь заняли ваши союзники. Они будут регулярно поставлять вам партии лома. Я согласен. Замечательно. Вы знаете, друзья, я думаю, что мы не будем, конечно, вообще везде все исследовать, каждый уголок. Но почему бы нам немножко не растянуть удовольствие от прохождения безумного Макса и как можно больше занять территорию, и как можно больше отбить. Ну, посмотрим, как оно будет, пока мне не надоест. То есть, как-то так оно, наверное, скорее всего будет. Я думаю, надо, надо попутешествовать, надо позанимать экшен, драки там, все это как положено, микс файт там, вот тебе, получи по самое не балуйся. Кстати, что за стиль у нашего игрока? Судя по тому, что я видел, он не переходит особо в партер, особо вот этим всем не пользуется, но при этом неплохо владеет борцовскими приемами и хорошо владеет ударной техникой, то есть, у него такая смесь бросков и ударной техники. Это напоминает армейский рукопашный бой. Да, армейский рукопашный бой, он в части примерно так и выглядит. То есть, достаточное количество бросков, хотя, честно говоря, и кудо, похоже, выглядит, но все-таки это больше на армейский рукопашный бой похоже то, что применяет наш герой. Когда-то я сам занимался очень долго единоборствами, вот. Но рекомендую вам заниматься борьбой. Почему? Да, просто как-то, мне кажется, лучше тело развивает. А так-то, честно говоря, махать руками для жизни не нужное дело, не нужное занятие. Найти нужный кузов. Какой кузов? Подожди. Что нам предлагается? Кстати, я узнал, что тут вот так можно просто перемещаться, да? Давай, переместимся. Судя по всему, нам сейчас дадут некоторое количество ресурсов за то, что мы быстро переместились на базу. И как я понял, это машина с ресурсами, да? Или нет? Не совсем понятно. Найти нужный кузов. Какие-то дополнительные задания. Будем ли мы ими заниматься? Не знаю, нужны ли они нам вообще. Так, что касается уровня угрозы. Мы уже достаточно сильно его понизили, что ли? Цель мысти найти нужный кузов. Найти нужный кузов. А здесь получается способность, чтобы обменивать значки у грифы, да? Воздушный пункт захватили. У них точно цистерны, эмблемы, лом, нефтяной резюрбар. Ладно, пойдем по основному заданию, потом, если что, вернемся к нашему захвату территории, если это будет необходимо. Конечно, сверх необходимого, не знаю, стоит или не стоит это захватывать. Посмотрим, в общем. Не буду зарекаться. Будет видно, как мы будем действовать. Если будет достаточно много интересного экшена, то, вне всяких сомнений, друзья, конечно же, мы будем как можно больше захватывать, как можно больше всего этого... Тихо, подождите секунду. Я не могу это пропустить. Что это? Засыпанный осов, непрочный, но... И что? Да ладно, нафиг он нужен? Скорее всего, просто сломать можно и ничего от этого и не получишь толком. Зачем это нам? Мы это не будем делать. Что у нас там? Потом мне позвонил, как всегда. Ага, понятно. Понятно, все. Все ясно? Ладно, это мелочи. Продолжаем наше замечательное путешествие. Да. Ускоряемся. Хотя, наверное, я все-таки нитро немножко поберегу. Вдруг за мной кто-то увяжется. Давай уничтожим эту мерзость. Эту мерзость? Да, я согласен. Давай-ка ее правду уничтожим. А что это за мерзость? Да, это обычный тотем местный этот. Непрочный пугало или прочный пугало, как они тут называются. А как мне, ты мне предлагаешь его уничтожить? Надо... Я видел блик. Я тоже видел блик. Блин, но только нет. Но только вот опять эти неприятности. Ой-ой-ой, а неприятности это у нас серьезные, друзья. Весьма серьезные. Вот так, получи. Надо оторваться, надо покружить. Мы так не сможем ничего сделать. Это будет проблематично так с ними разобраться. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Так просто не получится у вас. Давай-давай-давай-давай. Вот так, отлично. Отлично. Это намного лучше. И на нитро я отъеду. Вы знаете, по-моему, нам надо сваливать. Мне не очень нравится то, что происходит. Блин, еще и снайпер рядом. Вообще хреново, честно говоря. Давай-ка на нитро вот так улетим. Вообще на другую территорию. Нас попадают, черт побери. Надо сваливать. Быстрее, Макс, давай. Дай жару, ускорься. Замечательно. Так, кажется, противники немножко отстали. Надо еще на нитро еще дать жару и еще ускориться. Тут еще противники, черт. Ситуация становится тяжелой, честно говоря. Так, но, 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 несмотря ни на что, похоже, мы все-таки оторвались. Давай быстро, 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 Рокутаген. Перепрыгивай, давай, чини. Оторвались мы от преследователей, пока я их не вижу. Я надеюсь, они не следуют за нами. Я вот не могу понять. То есть, вся игра, как я понял, вообще заточена под улучшение нашей машины. Когда она будет готова достаточно большой уровень, мы дальше пойдем нагибать противников. То есть, я имею в виду дальше по сюжету, да? То есть, сейчас перед нами стоит задача найти более хороший какой-то подходящий кузов. Ну что ж, давай найдем более подходящий кузов. Я буду только рад этому. Если у нас будет настоящий танк на колесах, то я согласен. Я ничего против не имею такого расклада. Танк на колесах это, по-моему, то, о чем можно мечтать только в этом мире. так, тихо. Нет, не сбил я его так. Так, 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 так. Да, ну, блин, нет. О, какой ужас. Да, какой ужас. Ты тихо, тихо, будь спокойно. Будь спокойно, и все будет хорошо. Вот так. И никаких проблем. А ты ужас. Никакого ужаса нет. Жестянчик, успокойся. Горбатый рачишка. Панику не поднимай, понял, да? Видишь, как они летают? У тебя все получится. Давай, заряжай свою шарманку, наводи ее. Вот так. Загарпунили еще одного. Заарканили, красавца. Полетел. Летает вообще здорово. Гарпунта у нас, похоже, очень мощная пружина там стоит у него или что-то, механизм. Так. Давай, Рокутагин, занимайся там техобслуживанием, если есть все. А я тут быстренько все это дело соберу. Вот, судя, тихо, что за звук? Показалось. Кто-то еще есть рядом, ладно, не будем трогать. Давай-ка кузов. Не понял, зачем это? Доступен новый кузов. Этот кузов теперь доступен в вашем гараже. Я согласен, согласен. Замечательно. Интересно, насколько он хорош, этот кузов. Макс гараж. Новый кузов. Новая. Таранная решетка, двигатель, выхлопная труба, колпаки. Слышь, вообще класс. Новые шипы. Но, собственно говоря, где у нас тут кузов, там можно архангелы. нет, все не то. Это и есть, что ли, кузов, или как? Двигатель. Ничего не улучшается. Гараж вечно подвисает. Я надеюсь, не будет такого, что нам придется из-за этого вообще заново серию записывать. Я не хочу. Но пока же такого не происходит, и слава богу. Так, кузов автомобиля. Вот. Dead Retail. А что это у нас такое? Кузов шедевр на... Изменить кузов шедевра на Dead Retail. А у нас установлено уже, да? Shovel Face. А чем он лучше? К лицу? Ну, давай изменим, раз вы так предлагаете. Вот у нас теперь такой кузов автомобиля. Вообще-то, мне, честно говоря, больше нравился наш этот Мерседес Адольфа Гитлера. Какой-то более мощный был. Ладно, пусть будет Shovel Face. Я не против. Пусть будет такой кузов. Че нам? Нам-то от этого как-то без разницы поехать. Лом это валюта пустоши, которая нужна... Это понятно. Лом можно получить разными путями практически в любой... в любом уголке пустоши. Больше всего его в лагерях и местах поживы. Кроме того, Макс может найти лом, обыскивая убитых врагов и уничтожая машины. Да, это понятно. Шедевр. Шедевр любимое детиши жестянщика. Обладает огромным потенциалом. Его постоянное улучшение ключ к выживанию в пустоши. Улучшения для шедевра становятся доступны по мере снижения уровня угрозы. Для их приобретения требуется лом. Вы можете в любое время модифицировать и улучшать шедевр в гараже. Я согласен. Так. У нас есть все заготовки, все запчати. Закончить мастера можно уже сейчас. Ну что ж, я согласен. Закончить мастера, так закончить. Дружище, какие проблемы-то? Мы сейчас быстренько переместимся. Я думаю, это будет правильно. Вообще, быстрое перемещение мне очень и очень нравится. Поехать к крепости Бьюхос или как она? А в чем смысл? В чем смысл? А, это же наше то самое место, да? Наша самая крепость. чтобы снизить число патрулей члема и получить доступному улучшению не, подожди. Быстрое перемещение. Не получается сюда быстро перемещиться. Нет. Нельзя что ли? Никак? Поехать к крепости Бьюхореза. И где она, эта крепость Бьюхореза? Бьюхорез, вот она, да? Не получается сюда быстро переместиться. Похоже, только... А, блин, я нечаянно нажал. Между крепостями только и между какими-то наблюдательными пунктами, наверное, вот этими воздушными шарами можно перемещаться быстро. А между какими-то другими еще не захваченными объектами, похоже, никак не получится быстро переместиться. Да ладно, не получится, не получится, нам печаль, что я сейчас доедем, у нас машинка хорошая. Главное, особо с этими патрулями не цапаться. Вот, патрули, конечно, доставляют массу хлопот, замедляют наше продвижение, но где наше не пропадало, друзья, а нигде так и не пропало. Все будет хорошо. Мы-то понагибаем и разберемся с этими противниками местными, с этим членом. Похоже, этот член, член, которому мы в начале игры распилили голову, это тот персонаж, который... Тихо. Вот так. Тот самый персонаж, с которым надо и в конце предстоит драться, это, судя по всему, местный босс, вообще главный злодей игры. Я думаю, мы с ним справимся, правильно? По-любому справимся. Есть. Уровень угрозы понижен, будем все... Да нет, ну только не это, только не это, я вас очень прошу, давайте без этого вот. Не люблю я с ними воевать напряжно, плюс еще где-то я смотрю, тут снайпер рядом, то есть... Это займет время, это будет... Не очень, я считаю, нужно нам сейчас. Больше хлопот, чем толку. Ну что там? Э-э-э, слышь, кончайте такой фигней заниматься. Снайперюга активно какой-то стреляет в меня, но я оторвусь все равно. Вообще, нитро очень спасает, вот эта штука нитро просто божественная вещь, просто вот, просто супер. И она, главное, заряжается быстро, то есть, всегда есть шанс оторваться от преследователей. И, судя по всему, мы это сделали на... В карте я вижу рядом с нами, вон он, кстати, да, это пугало еще одно. Давай пугало уничтожим. Единственное, на что я буду, наверное, останавливаться, заострять свое внимание, да, это пугало. Пугало, потому что каждое пугало, это непрочный пугало, это хорошо. И, чем больше мы их уничтожим, тем быстрее мы сможем привести свою машину в нужное состояние для того, чтобы уничтожить очередное ключевое по сюжету место и продвинуться дальше. Так, замечательно. Остался еще один удар с разбега. Сейчас мы, давай, с разгона ударим хорошенько. И вот так вот. Да. Победа. Над пугалом. Собега победа над пугалом. Звучит классно. Продолжаем наше приключение, наше продвижение по пустошам. Знаете, очень похоже, очень похоже на игру Rage от ID Software, но ID не выдержали, не выдержали немножко немножко темпа, они очень сильно замахнулись высоко, но у них не получилось. Rage была вообще слабой игрой, честно. Это поинтереснее, тоже в некоторых моментах вкусновато, но хотя бы боевка классная, то есть действительно здесь боевка очень классная, да и вообще технически игра сделана неплохо. Не сказать, что очень на высоте, понятное дело, что... у меня есть. Угу. Так, на чем я остановился? Что-то у меня... А, вот по поводу графики реализации местной, да? Игра, конечно же, заточена под контролем. Вон она, крепость Брюкореза. Разбитый король. Только на первый взгляд. Для нас это разбитый король, а для них ковчег, который спасет их во время потопа. Понятно. Еще одни религиозные фанатики. Все ясно. Ну что ж, давай. Интересно, они как вообще к нам будут относиться? Это враждебные или нет существа по отношению к нам? Орды воинов? Каких воинов? Ты о чем говоришь вообще? Дружище, успокойся. Пока ничего не видно. Все, что дорого каждому жителю пустоши, лежит на самом виду. Странно. Не очень умное решение просто так ворваться к ним с одним дробовиком. Мы успеем их прикончить. Вот он, крошка граф де карбюратор. Кто не помнит его хныканье и сморщенное личко. Это такое тебя на части разорвет. Чего он говорит вообще? Мы хотим заключить сделку. Больше нам ничего не нужно. Выкладывай, карлик, пока я не прикончил твоего водителя. Это необычный водитель. О, нет. Его мне послал сам ангел. Ангел, мы поговорим с богами воды. Мы хотим добраться до мертвой пустыря. Мой алтарь уничтожен. Он сгорел. Я потерял все. Все. У меня ничего не осталось, а эту машину нужно лечить. Да, и усилить ее. Да, если позволишь нам остаться и заняться ремонтом, то я предложу свою помощь как механик. Идет? Руки у него правда золотые. Хотя черные очень. Думай, думай, старик, давай, живее. Не отказывайся. Давай рискнем. Другое дело. Спасибо, благодарю. Благодарю. Молодец, карлик, коротышка, молодец. Жестенчик, неплохой парень, похоже. Чужое добро не трогай, а своего урода механика держи на поводке. Этот придурок нам на корабле не нужен. Да ладно, что ты, блин, надо издеваешься над убогим человеком. Он, конечно, немножко какой-то странный, но все-таки. Требуется электродная проволока. Пока работай без нее, я найду ее для тебя. Хорошо, давай, Рокутагин, вращай, короче, эти свои поршни тут. А я пойду посмотрю, что это за место такое. Меню паузы, Бью Хоррес, Бью Хоррес, Бью Хоррес, предводитель ржавого бастиона, выброшенного на мель корабля, которые превратили в крепость. Бью Хоррес, как и все остальные, страдает от постоянных набегов помойки из Гастауна. Он управляет своими людьми, играя на их страхах и суевериях. Все, кто находится на его проржавевшем корабле, он убедил, что он готовится к тому моменту, когда море вернется и затопит великую белизну. Он так часто об этом говорит, что иногда и сам в это верит, но больше всего он верит в необходимость выжить. Он готов на все, лишь бы остаться на плаву и разобраться с мародерами из Гастауна. Они с жестянщиком давно знакомы. Бью Хоррес знает, что Горбун талантливый механик, но не доверяет ему. Ты знаешь, Бью Хоррес, я тоже, честно говоря, не до конца доверяю нашему жестянщику. Может быть, он серый кардинал? Может, жестянщик это тот, кто является главным злодеем в этой игре? Кто знает? А вдруг? А вдруг? Вдруг это действительно так, а вовсе не этот монстр, член, который там, ну, большой оттолку от него нет. Металлоломщик. Организуйте команду, которая будет собирать лом, пока игра выключена. Требуется подключение к интернету. Я согласен. А, пока не получается, да? Ладно. Детали, напоминаю. Часть проекта, часть проекта. Слушай, нормально, если потом их достать, то можно... Они в разных частях находятся, да? Полезный, например, лом, патрон, еду, металлоломщики, металлоломщики, металлоломщики. Если мы соберем, у нас будет постоянно добываться лом, пока я не в игре. Это здорово. Это интересная, конечно, находка, очень такая хитрая. Так. Но. Найти электродную проволоку. И, судя по всему, судя по помеченному месту, это находится прямо здесь. То есть, мы на что-то должны обменять ее, как я понял. Обменять, выполнить чей-то квест, договориться. Ну что ж, давайте, друзья, приступим, приступим к реализации данного замысла. Хотя, что касается лома, что у нас там по лому-то вообще? Гараж, лома у нас, ну 477, это, конечно, уже немного по нынешним временам, как я понял, это совсем немного. Приобрести выполнение задания, это все ясно. Что у нас еще по гаражу, что-нибудь новенькое? Ой, здорово, ой, здорово, ой, я согласен, я не знаю, зачем это. Колпаки врачи, вот они, колпаки, то есть, когда мы задеваем другую машину, имеем шанс, наверное, пробить им шину и, соответственно, пробить камеру, это здорово. Здесь что такое? Колпаки мы улучшили, новые, это что такое? Шипы. О, шипы можно сделать, замечательно. Нифига у нас уже ресуфы, я смотрю, не осталось. Можно улучшить гарпун, а гарпун это для нас очень дорого получается, совсем дорого, если честно. Да, все, у нас тут наступил тот момент, когда у нас не хватает команду, которая будет собирать лом со всех машин и подкрыть территорию к территории. Требуется детали один из двух. Блин, да, непросто. Давай. Угу. То есть у нас много получается достаточно всяких команд можно собрать, которые будут на нас работать и собирать лом. Это здорово. Конечно, бонус. Кстати, вот и проволока, судя по всему. Мы нашли электролитную проволоку, отнесем сейчас ее к горбуну нашему, женсянщику, посмотрим, что он сможет с этим сделать. Я надеюсь, у него все получится и достаточно резво. Похоже, для комфортного прохождения игры все-таки немножко придется отвлечься на дополнительные квесты, дабы добыть вот эти все команды сделать, которые будут на нас работать. Подожди. В гараже доступно улучшение брони броня детка. О, да, деточка. Деточка броня. Видите, у нас есть. Установить последнее улучшение для мастеров в гараже. Двигатели, таранная решетка, броня. Броня детка. О, да, деточка. Вот так. Броня детка установлена. Классно. Мне нравится это название, она сама по себе уже достаточно забавная. Здесь что? Пес и баги. Раздобыть пса и баги жестянчика, чтобы можно было без риска для жизни обнаруживать в пустоши мины и минные поля. Это здорово. Где находится наш пес, мы знаем. Что, ребятки, пора бы уже, наверное, освободить нашего друга. Установить последнее улучшение для гаража мастера в гараже. Последнее улучшение для мастера в гараже. А что у нас по поводу мастера? Улучшение. То есть, вот это, этого не хватает. Блин, а ни того и этого ничего не хватает. У нас не хватает, короче, ресурсов тупо для того, чтобы что-то сделать. А нам надо по-любому двигаться дальше по сюжету. Для этого надо все это искать. Что делаем, друзья? Что? Игра вынуждает нас, она объясняет нам, что... Подождите. Это что такое? Ага. Гараж мастера. То есть, нам надо что это за место? Можем сюда переместиться быстро? Нет, не можем. Ну что ж, или это просто случайно нажал, не совсем понятно для меня. Так, смотрим дальше. Топливный перевал, пункт. Давайте вначале доедем до местного до местного шарика. Да? Воздушного. Да, не надо переживать, но подумаешь, немножко ударились, что ты прям нервничаешь сразу. Еще страшного. Ты починишь, правильно? Он починит все. Для чего ты нам нужен? Для того, чтобы чинить. Займемся, друзья, пока что захватом территории. Будем осваивать данную местность. Блин, как? Вот так объехать? Или как? Я не могу понять. Только что было показано, что вот так можно объехать. Ну, вроде как, да. Или нет? Непонятно. То ли так, то ли сяк. Ладно, разберемся. Шарик-то высоко достаточно расположен этот. Как к нему забраться? Вот та дорога нам нужна. Она ведет прямо к нему, да? Я вижу то ли автомобиль, то ли солдата противника. Да, вот, пожалуйста, смотрите. Надо быстро разобраться с ним, потому что ну его нафиг, а нам нам не нужны свидетели, скажем так. Давай, давай. Вот так. Короче, все, хана. Автомобиль практически готов. Ничего нужно сделать. Они удирают, смотри, добивающий удар. Да, добивающий удар по-любому нужен. Смотри, удирает, какой негодяй. Давай, 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 давай. Вот так. Готово. Мы победили, кричит наш красавчик Горбун. Молодец, молодец. Я пойду, лом соберут и давай, чини нашу машину. Наш автомобиль изрядно тоже был поврежден, конечно, но надо отдать должное. Мы очень быстро собрали, разобрались с противниками. Лом мы, конечно, собираем, но, честно говоря, друзья, что-то как-то это не очень активно у нас. Помаленьку, помаленьку совсем. Смотрите, 7,4, то есть дозы лома, они просто, просто малюсенькие. Это просто ничто на самом деле. Конечно, нам нужно, скажем так, какая-нибудь крупная сделка, какое-нибудь крупное действие, чтобы получить сразу много лома. Как помните, в прошлый раз я одну из машин, которая возит лом, это, да, это инкассаторская машина местная, члена, я ее захватил, и нас что-то там, по-моему, 400, 500 или 600 лома сразу дали. То есть это действительно существенная прибавка была к нашему бюджету, нет! Ой-ой-ой-ой-ой. Иди, иди, чини. Блин, я не думал, что как-то оно так получится, я что-то заговорился с вами, и вот оно. Уже здравствуйте. Так, здесь много трупов каких-то, какое-то место, какое-то, прямо скажем, подозрительное части тел, музыка не очень хорошая, я надеюсь, что... Это что? Это как понимать? Что-то, что-то, что это? Не понимаю, тут написано, что пожрать можно. Червей съесть! Нет-нет-нет, отмена! О боже! Макс, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он из трупа жрет червей, это просто фантастика, нафиг тебе это надо было! Как тебя наизнанку-то не выворачивает, Максимка, ты чё? Да, очень суровый парень, из трупа червей жрать, это... Это сильно, честно говоря. Я бы на такое, наверное, не смог. Я всякое в жизни видел, но чтобы вот так червей жрать из трупа надо. Сука! Дорогие телезрители, я надеюсь, никто из вас сейчас не кушал, и если что, я извиняюсь, я не думал, что это... Если это... В общем, приятного аппетита! Я извиняюсь! Вы меня поняли. Так, на чём мы остановились? Что у нас в комарике? На воздушном шарике. Поехали на воздушный шарик, быстренько откроем дополнительную территорию, посмотрим, что вокруг есть, что можно захватить, что можно сделать. Нам не надо тянуть резину, потому что я не собираюсь в течение полугода проходить эту игру, а я не думаю, что вы в течение полугода будете её смотреть. Это немножко не та игра, это не Warface, поэтому... И не Minecraft какой-нибудь, чтобы полгода смотреть серии по этой игре. Хотя она, конечно, по-своему прикольная, но... Но не настолько, мне кажется. Так, давай-ка быстро разберёмся. Тихо. Да блин, патронов нету! Ты чё, патронов не хватает? Блин, ребята, у нас патронов нету, понимаете? То есть, всё немножко не так хорошо, как я рассчитывал. Но, а с другой стороны, есть горбун, правильно? Если достаточно близко сможем подъехать, горбун... Да ну блин, далеко, он не достаёт просто, тупо не достаёт. Вот. Опаньки! И здравствуй, сныферюшка! Приехал. Уровень угрозы понижен. Территория. Да, я согласен, всё замечательно. Я рад, что всё понижено, занижено там, опущено, как говорится. Я не против. Так. Угу. Остаётся открытым вопрос. Или нет? Или всё правильно? Мне надо вокруг объехать что ли, да? Вокруг, чтобы попасть внутрь. Хорошо, объедем. Самолёт разбитый. противников. Главное, что если будут противники, надо сразу их ликвидировать. При помощи крапуна, причём. Я... Нет, конечно, можно. Тихо. Угу. Так, всё ясно. Горбач, сиди здесь, если что, чини. В общем, как и обычно. Да не надо ты. Макс, что ты автоматически сразу требуется взрыв? Ну, взрыв так взрыв. Что нам? Мы всегда с тобой, ну, со стороны будем возить. Это очень полезно. Канистры, какая приятная встреча. Ну, интересный человек, он, конечно, с канистрами разговаривает, но дело твоё. А я отойду, взорвём дверь и посмотрим, кто внутри. Есть ли кто-то там или нет? Так, огонь пусть пройдёт на всякий случай. Нет, смотрите-ка, пока что, пока что порядок. Я сразу быстренько, ребят, добегу до машины. Так, как насчёт заправить? Что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется, что... Давай-ка заправим. У нас там не очень много. Да, и в канистре, к сожалению, тоже не очень-то много было, я смотрю. Канистра пустая уже. Давай ещё заправим. Конечно, эти канистры могут понадобиться для того, чтобы что-то тут уничтожить и так далее. Что это? Реликвия. Какая-то девочка с стартом день рождения, судя по всему. Ясно. Потерянный рай. Полученное достижение какое-то. Место поживы сто процентов. Ну, сто процентов, так сто процентов. Это замечательно. Я очень рад, что мы смогли найти всё в этой области. Похоже, не очень много всего было. Так, здесь взаимодействие. Давай. Заправить генератор. Генератор ещё и заправлять надо. Что ж, хорошо, давай заправлять, если что. Но что у нас там? как попасть... Подождите, а где вообще? Где здесь был воздушный шар? Мы же здесь находимся? Ну да, на воздушном шаре мы находимся, всё правильно. Пункт воздушной разведки. Чтобы запустить лебёдку, отпустите шар, найдите, заправьте генератор. Блин, а... Ребят, я потратил единственную канистру для того, чтобы заправить машину, а не генератор. Ладно, давай сюда переместимся, может здесь будет какая-то полезная штука, подсказка и так далее. Ни хрена здесь нет, я смотрю. Да, Рокутагин, вы in trouble, у нас проблема. Нам нужна канистра, но ты помочь мне как всегда ничем не сможешь, потому что ты рачишка. Чего? Взять канистру. Ну, взял я канистру, и что? Да, она пустая нафиг, конечно. Да, неудачно, конечно, честно, получилось. Я не рассчитывал, что так оно будет. Сколько всяких, видите, подножек нам игра ставит. Надо фиг канистру искать, а где её найти, фиг его знает. Да, к сожалению, именно так. Ладно, потом найдём канистру и ещё приедем сюда. Снайпера здесь мы сняли. Это хорошо, это большой бонус нам. Но не окончательный. Что, пойдём пса спастём, ребят? Нам же надо спасать. Так, а где нам надо его спасать? Джид, нам нафиг не нужен больше. Мел. Устраните угрозу в этом регионе, чтобы снизить число патрулей. Это тоже не то. Топливо, топливо, место проекта, часть чистильщики, да, тоже не то. Воздушная разведка. Последние, установить последние улучшения. Блин, эти улучшения, они головной боль не создают, потому что, чтобы установить нужные ресурсы, нужен лом. А лома у нас нифига нету. Раз, два я пчёлся. Надо бы машину патрульную какую-нибудь поймать да ограбить её, нафиг. Ну, это не патрульную, это инкассатовскую местную, которая на члема работает. То есть, как я понял, здесь есть несколько способов. Можно искать вообще по крупицам, да, на всяких там отстойных местах ресурсы. Приближается туча врагов. Не вижу я никаких врагов. О, нет, подождите. Да, вижу всё. Согласен. Надо сваливать. Давай, нитро врубаем и быстрее. Вот так. Да, я думаю, оторвёмся. Они потихоньку, конечно, догоняют, но мы будем использовать нитро, как только он появляется, и тогда по-любому должны мы оторваться. Блин, они не особо-то отстают, конечно. Да ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Давай, давай, давай. Нет, 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 блин, у них машины какие-то очень бронированные. Похоже, я рано сюда приехал. У них там цифра 2 над ними. Это, наверное, второй уровень машины у них очень крутой. Нет, 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 они крутые противники, но если мы всё правильно сделаем, да я знаю, что там стрелок. Не парь мой мозг, я тебе очень прошу. Блин, тут ещё и стреляет с нас, тут крепость, вообще жопа. Давай, 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 и быстро нитру врубаем. Всё, кажется, противник отстал. Нормально. Противник отстал, сейчас собираем здесь то, что нам нужно, какие-то недостающие детали для нашего улучшения, чтобы ресурсы добывались автоматически. Давай быстренько, быстро. Могучий вихрь, слышишь ты, могучий вихрь, давай, чей нитрин, автомобиль наш. Так, я не вижу противников, судя по всему, нормально. Что же он говорит? Давай-давай-давай-давай, вот так, красавчик. Так, где-то здесь, да, показано, что вообще рядом. вот оно, место это, где можем найти то, что нам нужно. Такой вопрос, наверное, вот так добираться, да? Смотри, в оба! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слышь, это что за задница такая? Давай, чини нашу машину нафиг! Похоже, чтобы сюда прийти, надо было вначале нашего пса освободить, который позволяет нам видеть мины. Я мины вообще не вижу, вот так визуально, во всяком случае. Как они выглядят, как бы на них не подорваться сейчас, что вообще вполне возможно, я уже начинаю жалеть, что я так пошел, но на машине вообще, я смотрю, не вариант. Макс, ты можешь запрыгнуть? Ну, пожалуйста, ну запрыгни, елки-палки, Рокутагин, ну постарайся. Нет, похоже, это не вариант. Так запрыгнуть не получится, это только там всяких облевионах, доскаримах можно было просто прыгать, прыгать и забраться почти на любую гору, если правильно подобрать темп. Здесь, похоже, такого нет. Может вот так? Да, похоже, здесь получается. Все-таки можно. Все-таки можно и остается открытым вопрос где? Где это место, которое нам надо захватить, что-то тут сделать? Так, бинокль. Вижу одного противника, вот он стоит, индейец какой-то, наверное враг, а может и не враг, кто его знает. Больше я не вижу никаких противников, ну давай спустимся, посмотрим, свой он или чужой, если что, люлей ему навешаем, да и все, нет, второй тут есть. Ты смотри-ка, все не так просто. Давай, это враг. Макс, Макс, не тормози, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Вот так, все отлично, все, теперь по-любому должны справиться. Этого надо сразу прикончить, во всяком случае помешать ему. тяжко придется. Вот этот нам очень мешает, тот-то пофигу, что он. Вот так. Давай, 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 давай. Вот так, давай, 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 давай. Он упал вниз. Отлично. Давай, 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 не дай ему просто опомниться. Максимка. Что-то он там внизу ползает. Да все, тебе конец, ты уже ничего не сделаешь. Так можно? Готов. Класс, класс, классно мы с ним разделались, конечно, вообще мы молодцы. Какие мы красавцы-то. Да, вообще на эту территорию, судя по всему, заезжать было крайне опасно для нас и крайне смертельно. Ну, практически так оно и произошло. Тут машины более высокого уровня, нежели у нас. Нас, конечно же, нагибать сразу стали. Но, благодаря тому, что... Тихо. Видите, машинка едет. Нет, она проехала, все нормально. Благодаря тому, что мы смогли удрать от преследователей, не связываться, не ввязываться в бой, я считаю, что мы это правильно сделали, мы смогли прорваться к этому месту и сейчас мы получим неплохой бёрст, как мне кажется. Все. Чистильщики. Эту дель можно использовать для постройки проекта Чистильщики в крепости, который правит Бью Хоррес. Хорошо. Я согласен. У нас есть... Все. Детали до проектов готовы. Мы все, что ли, нашли? В любом случае, я думаю, нам вот по этим молоточкам стоит поездить и развить свои проекты, скажем так. Как они тут называются? Проекты, да? Разобьём проекты. О, новый кузов нашёл. Вместо пожилы 100%. Ништяк. Доступен Wild Hunt. Дикая охота. Что это за кузов такой? А ну-ка, давай посмотрим. Кузов Архангел. И где тут кузов-то меняется? Я забываю все время. Та, на решётка... Нет. Это броня. Броня это не то. Да? Так, секундочку. Вот это кнопка, да? Шины. Кузов автомобиля. Вот, Wild Hunt. Где он? Wild Hunt. Да блин, один кузов от другого практически ничем не отличается. Я тоже не знаю, зачем это мне. Поставим Мерседеса до Гитлера, и будет самое классное. Мне это больше всего нравится. Реально больше всего нравится. Он какой-то самый такой чёткий. Машина гангстеров, там, 30-х годов. Всё как положено. А, это как-то и всё остальное ни о чём. Какие-то раздолбанные тачки старые. Мне нравится и всё. Мне нравится именно то, что у нас есть. То, что в начале у нас было. Самый классный. Самый классный кузов на данный момент. Может, потом что-нибудь покруче будет по внешнему виду. Но пока что мне именно он нравится. Вопрос теперь, как впуститься. То есть, не факт, что это будет легко. Но я не думаю, что будет очень тяжело. Вот так. Главное правильно скользить. И всё получится. Да, ну блин. Тихо, 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 тихо. Не надо шалить. Так, дружище. Ты помнишь, куда нам надо? Нам, наверное, сейчас надо положить кузов. Переместиться в ярости и красоте. Да, это фигня всё. Так. Что нам надо теперь? Нам надо переместиться в крепость. А из крепости доехать, помните, воздушный штаб, который мы пытались захватить. Там требовалось взорвать при помощи канистры. Мы находимся здесь, да? Чистильщики, кузов автомобиля, лом. Всё собрали. Замечательно. Теперь нам надо в крепость Джита, пункт воздушной разведки. Или вот этот пункт воздушной разведки. Что мы тогда захватывали с вами, друзья? Вы помните? Водохранилище, опарышевая ферма. Нормально. Арсенал. Всё ясно. Всё ясно, всё ясно, всё ясно. 161 единица лома всего лишь у нас. Больше у нас ничего нет. А где ближайший пункт, который можно этот... Вот оно, да? Вот это мы можем захватить. Хорошо, давайте возвращаться быстренько на базу. К Джиту, Джигиту нашему. Я согласен. Давай. Подожди. Мы же можем быстро переместиться. Сюда же было. А, вот. Да. Перемещаемся в крепость к Джиту. Что дальше делаем? По-моему, что-то у нас же появилось новое, да, возможность? Посмотрим сейчас. Надо Динки Ди получить, да? Какие-то новые улучшения здесь должны были быть, правильно, друзья? Малая груда лома. Сложите небольшую груду лома, чтобы поспособствовать развитию крепости. Раздобыть лом. 500 единиц. Нормально. Если машину какую-нибудь ограблю, то... То обязательно раздобуду, обещаю. Пока что не просите. Нет таких у меня средств. Где-то я здесь же проходил, помните, да? В какой-то тоннеле, куда там... Сейчас закрыто, что ли? Или как это вообще понимать? Или это наверху было? Сейчас я тут путаться начинаю. Ладно, сейчас пойдем наверх. Этот попуас что-то от нас хочет опять? Какое-то задание или что? Но я не собираюсь сейчас им заниматься. Мне не до него, честно говоря. Так, разведчики. Разведчики еще у нас есть. Разведчиков мы пока не насобирали еще. Металлоломщики тоже не насобирали. На кого-то же мы только что собрали какое-то необходимое количество. Арсенал. Постройте верстак, с помощью которого Макс сможет бесплатно восполнять свой боезапас. Вот это офигенная тема. Жажда пороха. Жажда пороха требуется. Это здорово. Это мне очень нравится. Эта мысль. Пополнить свой арсенал и так далее и тому подобное. Это надо найти обязательно. Жажда пороха. Что же это такое? А, вот. Нефтяной из Ивруар. То есть, вот сюда, да? Для топлива, с помощью которого можно будет бесплатно заправлять шедевр. Ну, это замечательно. Это очень хорошо, что... Да, водохранилище. Можно и воду. Короче, ребят, тут столько всего можно настроить, чтобы получать. Но меня на данный момент не интересует, например, водохранилище особо. Походим, конечно, это хорошо, чтобы можно будет пополнять себе хпшку на халяву. Это здорово. Понял. Очень много, очень много всяких есть мест, которые можно использовать. Ну, найти эти необходимые детали для постройки тех или иных сооружений, которые будут нам помогать. Однако. Однако для нас самое главное сейчас, чтобы у нас были те улучшения, которые позволят нам быстрее находить лом. Для прохождения игры нам необходимо улучшать наш автомобиль. Это ключ, скажем так, к прохождению Мэд Макса, как я понял. Это самое главное. Все остальное, это вторично. Обязательно, обязательно. Последнее улучшение у мастера в гараже. Хорошо, поехали. Я не знаю, куда показывает. Надо уничтожить. Ну, ты знаешь, дружище, я не хочу никого пока уничтожать. Давай пока лучше двигаться дальше. Все равно лома от них очень мало получается, ресурсов. Времени на них много тратится. Надо находить более, скажем так, достойных противников. Ну, не достойных, а вот это, машины инкассаторские. То есть что-то такое, что действительно стоит того, чтобы ими заниматься. Сейчас надо немножко уровень угрозы понизить вот таким образом. Мы понизили, все прекрасно, это замечательно. Мой ангел. Да что с твоим ангелом? Ничего с твоим ангелом не будет. Недостатком является то, что у нас, блин, совершенно нет патронов, да? Как я понял, у нас на снайперке вообще нет патронов, ничего нет. Вот я не могу стрелять. То есть... Тихо. Это плохая идея была. Так. Меняемся. Но, но есть гарпун. Как всегда, с помощью гарпуна можно решить те вопросы, которые решаются и с помощью снайперской винтовки, когда не хватает к ней патронов. Так. Вот. И добрый вечер. Все, нормально. Вон парень за нами полетел сзади. Хорошо, замечательно. Так. Ладно, на чем мы остановились? Нам же надо... Да, отпустит его нафиг. Уцепился, блин, за этого снайпера, не отпускаясь, берту, мол. Угу. Кто-то кричит какие-то тут. А то опять мне, по-моему, стрелять будет, как всегда. Мне это нафиг не нужно. А, не, подождите. Нам сюда? Один из конвоев члена. Да, до лампочки на этого члена. Не плевать на него хотел, честно говоря. Лагерь поднимается по тревоге. Ну, поднимается и поднимается. Чего мне? Нам-то пофигу. Кто нас стреляет? Вот в чем вопрос. Вот это самое главное. Нас кто-то стреляет в этом лагере, поднят по тревоге и так далее и тому подобное. Но, кто бы это мог быть? Ну, давай. О, а, вот оно в чем дело. Надо просто эти вышки местные повалить все нафиг, и никто в нас ничем кидать и стрелять не будет. Мы разберемся с ними, как нефиг делать, да? Как два пальца об асфальт, как говорится. Давай, 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 давай. Опаньки. Все, защитные рубежи уничтожены. То есть, все, что нам теперь остается, как я понял. Вы видите что-нибудь? Вон какое-то движение. Прокутагин какой-то бежит. Парнишка. Подожди немножко, не надо так спешить. Друзья, вы видите таких врагов? Я не вижу. То есть, музыка такая, не самая, скажем прямо, романтичная играет. Понятно, что какие-то красные точки здесь есть. Есть враги, но они себя не проявляют. Похоже, они загемперили, скажем так, зашкерились и ждут. Ограничение гарпун. Хорошо. Значит, их можно просто выбить автомобилем эти в врата. Вообще, мы так и сделаем. Прокутагин, давай, прыгай обратно. Красавчик. Жестянчик прыгнул у нас сзади. А мы сейчас будем выбивать вот эти ворота. Ограничение только гарпуном написано. Значит, по идее, тараном их можно выбить запросто. Вот так. Сейчас на нитро еще разок, прямо с места. Вот так. Есть. Готово. Кто-то кричит. А, вот он, да? Где кто кричит, я не могу понять. Требуется взрыв. То есть, вы мне предлагаете... Давайте здесь разнести все. А разнести, соответственно, канистры с бензином. Ну, давай. Применим эту канистру нашу с топливом. Разнесем к чертям эту дверь. Я надеюсь, она того стоит. Я очень надеюсь, что она того стоит. Потому что канистры... Ну, штука такая, пока что для меня дефицитная. Если, конечно, я построю это улучшение, которое позволяет нам... Нефтяную вышку эту, да? Которая позволяет постоянно добывать топливо. Я не знаю, будет ли оно в канистрах. Или просто автоматически будет заправляться наш автомобиль. Но, в любом случае, больше канистр можно будет использовать из тех, что я найду. И это будет хорошо. Давай прыгаем. Есть. Произошел взрыв. Противников внутри одного вижу. Пока больше никого. Нет, двое, как минимум. Смотри-ка. Молодцы, идите сюда, ребят. Сейчас я вам... Тихо. Давай. Ипа. Опа. Перехватил. И вот так. Двоечка. Опа. Так, все. Давай. Великолепная серия. Красота. Убейте врагов члена, да? Ну, убей мы достаточно много врагов. Тихо. Оба-на. А это кто такой? Ты в желтой майке. Ты кто такой есть? Каратист, что ли? Супермен или кто он? Что-то какой-то он бодренький, да? Или нет? А нет, такой же лоб, как и все. Как и вот друзья. Что ты там кричишь, слышь ты? Серия попаданий. Давай-ка вот это вот. Раз. Два. Три. Паренек получил именно то, что и заслуживал. Так, тут канистры у нас, да? Цистерны точнее. Каким образом вы предлагаете их использовать? Взорвать все к чертям? А стоит ли оно того? Не знаю. Блин, вот можно все взрывать, да? Просто брать и взрывать, брать и взрывать. Почему не использовать? Я не могу понять. Почему себе на пользу это все не использовать? Захватить полностью это месторождение. Пусть тут союзники будут. Мощная охрана. Это же такой ресурс топлива иметь. Но в этом мире это же самое главное. Иметь топливо, как я понял. Тут ничего, по-моему, более ценного и нет. Ну, давай вот так делаем еще теперь. Отойдем, посмотрим. Ну, красиво, да, не спорю. Взрывается, конечно, красиво, но как-то жалко очень. То есть, все это надо уничтожить. Судя по тем точкам, которые я вижу на карте, все здесь подлежит уничтожению капитальному. Начисто. Эх. Жаль. Очень жаль. Столько добра пропадает, блин. Макс, я не понимаю, зачем ты это делаешь? Зачем ты нафиг делаешь? Тихо. Смотрите-ка. А, нет. Дай-ка. Выбрось к цистерну пока. Давай вот это возьмем. Трофеи. Опять лом. Шесть единиц, блин. Шесть единиц. Это что такое? Что за беспредел? Зачем вы так делаете? Это что? Бум-палка. Бум-палка это взрывное устройство, которое можно бросать во врагов или вонзать в них в ближнем бою. Да? То есть, можно просто кинуть ее. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Потеряли мы канистру одну. Ладно, потеряли, потеряли. Хрен с ней, собственно говоря. Ничего страшного. Давай в очередной раз. Добро уничтожать. Я не понимаю, я посмотрю на это. Мне просто жалко на это смотреть. Ну как можно все уничтожать? Зачем? Зачем? Ладно, фиг с ним. Может, это не главное. Может, какие-то другие цели здесь есть. Установить последнее улучшение для мастера в гараже. Какое улучшение? Почему сюда стоит это задание? Что это за последнее улучшение для мастера в гараже? Я не могу понять. 300 единиц. Да у нас не хватает. Просто банально не хватает. Да и все. Макс. Макс, что такое у нас тут есть? Новое. Защита кисти. А что это нам дает? Подожди. Неудачное парирование. Уменьшение урона при неудачном парировании. Ну, давай потом это мы сделаем. Это что такое? Новое. Друг задиры. Улучшение урона на 7 кулаками. Ну, неплохо, конечно, все. Но это все лома требует просто в бешеном количестве. Волосы средней длины. Борода. Бесплатно. Ну, давай, что. Во, нормально. Борода тебе идет, Макс. Так. Новое. Новое. Удар плечом. Позволяет толкнуть противника. Выстрел в живот. Добивание быстрым из дробляка. Он считает цель. Деморализует врагов. Улучшение недоступно. Недоступно. Доступно. Недоступно. Нифига тут всяких улучшений. Тогда я просто в шоке. Гараж. Почему-то вот это всегда горит. То есть нам надо набрать 300 единиц и улучшить вот это улучшение. Хорошо? Хорошо. Как только у меня будет, тогда я согласен. Пока что у меня нифига нету. Я бомж. У меня 240 единиц лома. И ничего лучше мы себе, к сожалению, друзья, позволить не можем. Вот еще немного лома. Как всегда какие-то кроши, да? Да. 4 единицы. То есть я не знаю. По-моему, сюжетная линия, ну мне, как кажется, не очень длинная в этой игре. Почему у меня такая догадка? Почему? Да потому что нас заставляет постоянно искать лом и как-то отвлекаться на второстепенные задачи. То есть поиск лома, вот эти улучшения. Потому что нас не пропускают дальше. Чего? Пошел сзади. Вот, нас не пропускают дальше, пока мы это все не улучшим. О чем это говорит? Да это говорит о том, что, скорее всего, сюжетная линия небольшая на самом деле. То есть, как только у нас будут ресурсы и все остальное, мы все улучшим, мы очень быстро пройдем игру. Мне так кажется, что вот именно так оно, а не иначе. Я только так это могу понять. Фига, я упал, классно. Так. Так, у этого оружие ближнего боя. То есть, нельзя просто так взять и это... Воевать с ними. Это будет слишком рискованно. Да ну блин, но... Ты еще не гадя и это... Того. У меня дробовика нет патронов. Блин, я думаю, есть. Так. Не получится так. Это заряд, я так рассчитывал. С двумя, конечно, тяжело драться вдвоем. Вот так. Все. А у тебя уже ничего не получится. Ты уже ничего не сможешь сам. Вот так. На ему. Вот так. Красавчик, Макс. Крепкий парень. Сколько его дубасить-то можно? Ему просто пофигу. Я смотрю. Вот так. Хребтину переломали. Красавцу. И он готов. Так. Чего? Вот так. Да ну блин, вот это уже нехорошо. Ох, нифига вас тут сколько. Я, честно говоря, не рассчитывал на такое количество людей-то. Да ну блин. Да, не просто сейчас я чувствую, будет мне со всеми, с четырьмя-то драться со всех сторон. Тихо, давай. Главное не пропускать удары. Вот так. Нифига у меня ярость пошла. Вот это реально ярость. Вот это очень круто. Вообще жесть. Макс дает просто жару. Вот в этом состоянии ярости противники вообще ничего сделать не могут. Все, ярость прошла, придется так как-нибудь. Все, готов. Расшвыряли как котят просто. Как только Макс начинает заводиться, с ним лучше нафиг не связываться. Максимка дает жару. Налево, направо там. Получи ты там, хлопц там, локтем и так далее. Красавчик. Так. Здесь, как сюда проникнуть? А, ну просто можно выломать, да? Проникаем внутрь. Водички, водички. Надо попить водички и восполнить. Зачистка лагеря этого какая-то очень долгая получается. Ну, ничего страшного. Сейчас возьмем цистерны, взорвем нафиг все. Я думаю, что лагерь, судя по всему, будет зачищен. Да, я чувствую, нам долго придется в эту игру играть. Ну, как долго? Не особо, конечно. Я думаю, пару серий еще. И уничтожив достаточное количество вот этих аванпостов, добыв те или иные ресурсы. Нам станет гораздо проще. Мы просто улучшим машину и пойдем нагнем всех этого члена. Просто разорвем на части всех остальных уродов. То есть все будет стремительно. Я думаю, это какой-то небольшой промежуток, когда у нас такая ситуация. Да, пока мы типа лохи еще, непрокаченные там, рамбы и все дела. А потом, как только начнет это все развиваться, действительно пойдет у нас одно за другим. И быстро-быстро, больше-больше-больше наберем обороты и просто порвем всех. Так, а как эту цистерну уничтожить отсюда? Вот так, вплотную что ли? Я не очень понимаю. Ага, понятно. Давай-ка, давай-ка действительно применим здесь лучше вместо вот этого, да? Вот так, замечательно. Это сработало. Смотрим дальше, где еще цистерны. Глупые, конечно, задания очень нудные. Опять же, это вот, мне кажется, просто чтобы удлинить геймплей, конечно. Только вот я в этом вижу единственную, единственную причину, зачем все это делать. Немножко схалявили, конечно. Вот с халтурей разработчики могли бы действительно длинный сюжет делать и так далее и тому подобное. Вот. А не заставлять игрока бегать просто и искать какие-то, ну, очень какие-то, не знаю, какие-то нудные задания выполнять. Я не понимаю целесообразность всего того, что мы сейчас делаем. То есть, ну, да, бегаем, уничтожаем и долго это будет продолжаться, все. В целом, конечно, интересно, но вопрос в том, друзья, насколько вам это интересно будет сейчас смотреть. Я вот не уверен, что всем будет интересно. Ну, ладно. Раз уж взялся, как говорится, да, то надо делать. Так что давайте уничтожим, будем надеяться, что эта часть такая неспешная, все-таки достаточно быстро закончится. Мы поимеем члена и всех остальных. Я не вижу ничего. Где, где еще что-то уничтожать-то? Здесь мы вроде все уничтожили. Мастер, мастер, да хрен с ним, мастер, ла мастер. Может, свалим отсюда вообще, что нам тут делать? Или не стоит? Этот кузов нельзя применить никак, активировать. Непрочные ворота. Ну, давай просто взорвем их нафиг, правильно? Что тут думать-то? Вот так. Взрываем эти ворота. Вот эту цистерну тоже возьмем. Вдруг понадобится. Здесь у нас что есть? Ничего я не вижу такого сверхполезного пока что. Мы оттуда заходили? Эй, горбун. А горбуну пофигу, он сидит там, чаек попивает, машинки сзади. И ему до лампочки что происходит. Он вообще ни в чьи разборки, я смотрю, особо не лезет. Вот он так, серый кардинал, как я сказал. Вроде он и помогает, а вроде как и того немножко. На нейтральной территории. Хитрый жук, хитрый. Живет на поверхности земли. Ну, как всегда ты что-то втираешь мне какую-то дичь непонятную. Как всегда ты своей религиозной проповеди толкаешь. Да, 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 да. Знаем, знаем, слышали, молодец. Перевалочный пункт. Там уничтожены цистерны, эмблемы, лом. То есть, да, здесь все надо просто уничтожить. Требуется гвоздодер. Гвоздодера у меня нифига нету. Давай-ка лома еще немного соберем. Зорвем оставшиеся цистерны. Все это вот это дело. Подорвем к чертям. И посмотрим, что дальше мы имеем. Что у нас. Какие нам дадут возможности для дальнейшего прохождения. Я не вижу ничего, друзья. Вы видите еще какие-нибудь цистерны? Вроде что-то помечено на карте рядом с нами. Ну, бочки-то не надо уничтожать. Но это вообще бредово будет. Тут что такое у нас? Подожди ты, блин. Или бочки тоже, что ли, надо уничтожить? Ну, не понял. Подождите. Нефть, резервуары, эмблемы, лом, цистерны. 6 из 10. Не совсем понятно. А это мы просто уже подбирали. У нас есть заточка, поэтому и не подбирается, судя по всему. А ну-ка, если мы перестим эту штуку. Точка на карте тоже будет перемещаться? Да, перемещается точка на карте. То есть... Или нет? Ну. Непонятно. Ладно. А попробуем так вот. Нет. А как... Сейчас нельзя взрывать. Нельзя взрывать. Почему нельзя взрывать? Давай попробуем взорвем вот эти две бочки, канистры, и посмотрим, что будет. Исчезнут эти... Продвинемся по миссии или нет? Если да, то немножко бредово, конечно. Да. Похоже, это именно то. Как ни странно, взрывать бочки с горючим. Очень интересное задание, конечно. В мире, где... Поспоймите, друзья. В мире, где горючее просто на вес золота, наше задание состоит в том, чтобы уничтожать бочки с горючим. Интересные, конечно. Пирожки. Давай, эмблему взорвем нафиг эту. Вот так. Так, одна эмблема сорвана. Теперь надо искать вторую эмблему и ее тоже срывать. Давай, Макс. Не тормози. Угу. Что-то наверху есть. О, мне так кажется. Наверное, еще одна эмблема здесь. Нет. Никакой нафиг эмблемы здесь нет. А здесь, на этой стороне, может, наверху что-нибудь. Я пока не вижу ничего. Вы что-нибудь видите, друзья? Я не вижу никакой. Ни эмблемы, ничего. Что можно еще здесь уничтожить и получить какие-то плюшки за это. Ничего вроде нет. Эмблема тоже не наблюдается. Никакой эмблемы дополнительной. Ого. Здесь может быть? Нет, здесь тоже ничего. Странно. Ладно, давайте спускаться. Хорошо. Раз уж так пошло, давайте спускаться. Вот у нас одна здесь есть, да? Одна канистра. Вот еще канистра. И что делать-то? Что делать? Будем? Ну-ка, давай, Макс. Кидай. Ну, как-нибудь сделай так, чтобы она туда упала. Не хочет, Макс, нас сделать так. А я хочу обе канистры просто. Вот. И вторую канистру пойдем сейчас возьмем, тоже скинем. Давай. Уж с двумя-то канистрами мы по-любому как-нибудь, но придумаем, что нам делать. Так, у нас две канистры. Перепрыгну я сюда. И найду, что нам нужно. То, чего нам нужно, я ни хрена не вижу, как всегда. Ну, блин. Придумали же разработчики. Все вроде хорошо начиналось. Что за фигня такая идет? Я не могу понять. Где цистерны, которые надо уничтожать? Опять бочки, что ли? Ну, молодцы, че. Поджечь, держать. Может, пошлем нафиг эту миссию? Пойдем дальше. Тут что-то есть. А что я не вижу? Я просто тупо не вижу, что тут можно еще сделать, чтобы как-то это... Бомбит. Ну, бомбит, сука. Перевалочный пункт. Уничтожены цистерны. Да хрен с вашими цистернами. Вы меня бесите. Что еще тут надо уничтожать? Я ничего не вижу. Ребятишки. Почему такая подстава-то у вас тут жесткая? Нормально. С одной рукой залазит. Красавчик. Ловкий. Нет, друзья, не знаю, что тут делать Ну, нафиг, короче, эту непонятную Тупую какую-то... Подожди, а где этот я? Макс, вставай Куда это мы попали? Может быть здесь? Нифига, я даже просто не ожидал Я что-то кувыркнулся, думал, там не высоко Но хп я на самом деле много потерял Пришлось флягу использовать Давай, давай, приходи в себя, красавчик Вот оно в чем дело, вот оно Надо было просто убить его, ну ладно Что-то я не вдумался А, вот теперь можно, да? Да, готов Немножко лома еще нашли Нет, я не буду червей есть Но его нафиг в очередной раз Ну, как бы, что-то не хочется мне Нет у меня такого желания Червяков поедать Нахрен они нужны Требуется гвоздодер Замечательно А никакого гвоздодера у меня нет Мне никто не предупредил Что для этой миссии нужен гвоздодер Вообще никто не предупредил А вот это интересно Вот это то, что нам нужно, по-моему Да, ребятки, нашли мы Нефтяной резервуар Все, мы нашли Теперь у нас можно постоянно машину Заправлять автоматически Цистерна Хорошо Цистерна Так, цистерна Взорвем мы еще вот эту цистерну Соответственно Поджигаем Ставим Отбегаем нафиг подальше И вот эту цистерну тоже на всякий случай Собой возьмем Да Очень неожиданно для меня В самом неожиданном месте Все-таки Какое-то продвижение дальнейшее Было найдено Мы двигаемся Мы что-то пытаемся У нас что-то, как ни странно, получается Все-таки Так, здесь ничего нет, да? Нет, какой-то проход есть Можно наверх забраться Это успех Это очень хорошо Это я буду использовать Это не то место, откуда мы Свалились, собственно говоря Вроде нет Нет Не позволяют нам забраться здесь снова Ну что ж, давай побежим по низу Может по нижнему уровню Как-то можно дальше пройти Гвоздодер, да? Нет гвоздодера, ребят, извините Не можем мы ничего с этим сделать Гвоздодера нет Придется нам немножко обломаться Да, но зато очень много тут Я смотрю этих Горючего очень много здесь Вон у нас, смотрите Как туда попасть? Вон еще одна эмблема Которую можно уничтожить Нужен гвоздодер, чтобы туда попасть, да? Гвоздодер, гвоздодер, гвоздодер Гвоздодера нигде я не вижу пока что Давай подождем Уничтожим эту цистерну очередную Быстрее, Макс, беги Быстрее, я тебя очень прошу Вот так, красавчик 9 из 10 Осталось у нас уничтожение Одной цистерны И похоже мы будем Прямо местными Крутыми ребятами Наверное, наверх надо залазить, да? Нет, вы смотрите Самое интересное, что мне не дадут Возможность залезть А здесь можно Давайте пойдем туда К той лестнице Продолжим там Попытку Попытку А вдруг Почему-то, когда я здесь был С цистерной Мне тоже не дали залезть Может быть, если я выброшу цистерну И попробую залезть Тогда что-то получится Блин, ну как вот требуется Гвоздодер Гвоздодера нифига у меня, судя по всему, нет Я не могу ничего открыть Гвоздодера нет И как-то я себя поэтому чувствую Немного ущемленным Это большая беда для нас Нет По этой лестнице я забраться не могу Мне просто не дают А, смотрите-ка, что у нас У нас сверху сетка Поэтому мы не можем забраться Если не будет сетки Конечно же, мы сразу заберемся Каким-то образом Сетку сверху надо Вскрыть Вот как это сделать Ни хрена пока не понятно Может, это за Гвоздодер сойдет, а? Давай попробуем Что-то там кричишь, уродец Что-то кричит там у нас, товарищ Но Нет Не можем мы Не можем, не можем Не можем Давайте выберемся нафиг Из этого лугова На поверхность И там уже подумаем, что делать Давай-давай-давай-давай-давай Красавчик, ты можешь Молодец у нас Молодец, Максимка Даешь жару противнику Так Опаньки Ага Так, леди и джентльмены Други и подруги Я думаю, что на сегодня хватит Я, наверное, тут еще сам пошарюсь немножко Найду как-то что взорвать И в следующей серии мы уже продолжим Другие пункты захвачивать Осваивать Побеждать пустоши И так далее И тому подобное Я постараюсь сделать Наше путешествие Все-таки Более каким-то таким Интересным То есть Самого интересного момента Мы будем Нагибать уже капитально Вместе Поэтому Если вам нравится Захватывать пустоши Со мной вместе То вступайте в нашу армию Нагибайте всех И мы Увидимся с вами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok